Этот матч ожидался с особым интересом. Во-первых, «Сокол» перешел нам дорожку в кубки. Во-вторых, его возглавляет закадычный друг Евдокимова Бурлаченко, еще в прошлом сезоне работавший в штабе «Газовика». Плюс в предыдущем туре в Хабаровске наши не досчитались очков, и сейчас иного варианта как победа не рассматривали. Как уже стало обязательным, оренбуржцы сразу завладели преимуществом. Один за другим стали возникать острые моменты. На 25-й минуте счет был открыт, но, ко всеобщему удивлению, это сделали гости, в сутулаки протолкнув мяч в ворота Абакумова. Через 10 минут болельщиков подуспокоил Артем Делькин, уравнявший шансы. Саратовская команда произвела неплохое впечатление, боевая и квалифицированная. Но во втором тайме давление на ворота «Сокола» усилилось еще больше. Был 10-минутный отрезок, когда наши не выходили с половины поля гостей и нанеслись десяток ударов. Но то мимо, то спасал вратарь, а один раз после удара Парникова перекладина аж зазвенела. Время шло, а ничейный счет держался. И все-таки наши дожали. В самой концовке, на 87-й минуте, к дикому восторгу трибун, вновь первый на мяче Делькин. Героем себя не чувствую, просто сделал свою работу, забил два мяча. Сегодня команда играла на победу, мы этого добились. Сразу же в ответной атаке «Сокола» повезло хозяевам, штанга спасла. Тут же момент у Маркелова мимо, и судья дает финальный свисток. 2-1. Есть очередная победа «Газовика». Поздравляю «Газовик» с победой. И, в принципе, наверное, заслуженной победой. Как бы мне это горько не было сейчас, но надо признать и быть объективным. Очень интересная игра. Для зрителей очень много моментов и в одну и в другую сторону. Держала эта игра в напряжении и полильщиков, и нас. Но я очень рад, что мы забили со стандарта в итоге. Очень рад, что Делькин именно забил два гола. Потому что надеюсь, что будет бороться за звание лучшего бомбардера. И очень рад, что мы победили. Эта победа нам была очень нужна. Том тоже выиграла и по-прежнему идем вровень. В понедельник «Газовик» сыграет в Нижнем с «Волгой». Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня.